Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, смотрите. Условно, я бы разделил вашу проблему на две части. Значит, первая часть, она, на мой взгляд, касается такого вот физического аспекта, да, или, скажем так, такого больше бытового аспекта. Вот. А другая часть касается в большей степени, наверное, психологического аспекта, хотя он такой более объемный, более такой обширный, и, может быть, некоторые вещи вы посчитаете не относящимися к делу, ну, к вашему, именно, вопросу. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень важно. Итак, по большому счету, ситуация у вас патовая. Кстати, у вас патовая в том плане, что, ну, как говорится, нашла коса на камень, да? То есть, мужчина, он уперся и сказал, что, нет, я не буду, да, значит, уходить из своего, из своей квартиры. А, и вы тоже уходите, значит, не хотите, ну, то есть, говорить, что у вас нет сил. Значит, смотрите. Здесь, на самом деле, поделать нельзя ничего с этой точки зрения, потому что вы, сам, сами себя, такое ощущение, значит, что загнали в тупик. Вы, сами себя, такое ощущение, загнали в этот вот такой, как бы это сказать, закрытый путь, замкнутый круг, да? Вот, вы сами себя загнали в него. А почему? Почему так? Ну, смотрите, 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 какая получается история. На первый взгляд, на первый взгляд, все, в общем, понятно, да? То есть, ну, действительно, вы, может быть, считаете, что не можете уйти. А, действительно, вы, может быть, считаете, что, ну, что у вас сейчас нет сил на то, чтобы, значит, как-то вот искать новое зелье. Но, во-первых, смотрите, ситуация какая. Страдаете вы, это раз. Страдают дети ваши, это два. И это очень важно. То есть, то, что вы допускаете, что ваши дети испытывают стресс, да? Ваши дети испытывают стресс, им плохо. Это говорит о том, что так, вы расплачиваетесь за свое нежелание решать вопрос. Я не говорю, что вы, ну, не хотите его решать. Я этого не говорю. Я, скорее, говорю о том, что у вас нет сил на то, чтобы смотреть жилье. Но есть силы на то, чтобы страдать. Чтобы переживать, чтобы, чтобы видеть, как ваши, например, дети, значит, мучаются, да? И так далее. И здесь возникает вопрос, так, а что для вас важно? Что для вас ценно, что вы считаете вообще самым главным? Понимаете? Ну вот. Потому что мотивация, должна быть мотивация здесь. И вот ее у вас, кратко-таки, нет. Понимаете? То есть, то есть, на самом деле, на самом деле, ситуацию такую можно разрешить только разъехавшись. Найдя в себе силы, ради детей, сделав это, но разъехавшись. Понимаете? Других, других возможностей, других способов разрешить данную проблему, ну, на самом деле нет. Дети страдают, вы страдаете, вся атмосфера давит, и, по большому счету, здесь, вот, рекомендовать какие-то действия, ну, на мой взгляд, абсолютно неэффективно. Да? Вот. Потому что вы бы, вы бы, вы бы, может быть, и рады были бы все это сделать. Ну, то, что мы, например, вам порекомендуем, да? Может быть, может быть, вы и рады были бы это сделать. Но проблема же заключается в том, что не все зависит от вам. И человеческий фактор тоже никто не исключал. Понимаете? Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно здесь все-таки постараться, вот, определиться. То есть, вы говорите, что у вас нет сил ехать смотреть квартиры, да? Но при этом есть силы смотреть, как ваши дети страдают. Исходя из этого возникает вопрос, тогда, если вы готовы смотреть, например, как ваши дети, да, если вы готовы страдать сами, да, если вы по факту приняли ту ситуацию, что в ближайшее время вы будете жить с мужчиной. Вот. Возникает тогда следующий вопрос. Ну, а что же, собственно говоря, изменится после, ну, например, после, ну, прохождения, например, там, вот, месяца, допустим? Что изменится? Что случится? Что произойдет? Знаете? То есть, сейчас у вас ситуация такая, и она вроде как безвыходная, потому что, ну, вам некуда для вас деваться. А тогда ситуация почему-то, по вашему мнению, станет другой, то есть поменяется. И вот, собственно, у меня и вопрос. Так, а с чего ей менять? Понимаете? Это насколько вы ответственны за то, что делаете? Насколько вы несете ответственность за себя? Насколько вы отвечаете за то, что, ну, с вами происходит, да? Вот. Важный ли это момент? Очень важный. Это очень важный момент. На самом деле. Понимаете, да? Вот. То есть здесь, на самом деле, непонятно. Дальше идем. Можно, конечно, постараться как-то договориться с мужем. Да. То есть можно постараться договориться с ним о том, что вот на момент, пока вы будете жить в это время с ним, чтобы вы оба придерживались каких-то, ну, скажем так, каких-то правил, правил поведения, да? Каких-то норм. Но мало вероятно, что мужчина на это согласится. Мало вероятно. Скорее всего человек, ну, то есть понимаете, человек должен быть замотивирован. А как следует, чтобы согласиться на подобное, и либо он замотивирован, либо нет. Вот, если вы знаете, как его замотивировать, то хорошо. Я полагаю, что вы справились с этой проблемой. Вот, ну а если нет, то значит вам это не подходит. То есть вот это вот нужно, нужно как следует понимать. Это нужно в этом, точнее в этом, в этом. Нужно отдавать себе отсчет. Дальше, значит следующий момент. Теперь по поводу того, того психологического аспекта. Который я считаю важным здесь упомянуть. Вообще, а вы допустили, что вместе с мужем у вас есть совместный бизнес. То есть, по какой-то причине вы смешали, вы смешали любовные отношения, семейные отношения и, соответственно, отношения профессиональные, рабочие. Вам необходимо сделать сейчас в своем представлении, в своих мыслях разграничение этих двух моментов. То есть, в тот момент, в тот момент, в то время, когда вы позволили мужчине быть и своим коллегой, и вашим мужем. Вы уже, по сути дела, подписали согласие под тем, что ваше отношение разрушится. Рано или поздно. Там если вы смешали одно с другим. Далее, смотрите, значит, что-то такое. Вы пишите, что мое желание развести связано с тем, что у него поведение, отношение к детям. Какое поведение, какое отношение к детям, не очень понятно. А попыткам им всем нравится. То есть, это такая своего рода бесхарактерность, да? Вот. Когда появилось достаточно денег, да, попытки прекратились и, собственно, он стал злым. Но, опять же, вы 10 лет терпели его уходы и возвращения. Вы имеете двоих детей. То есть, значит, что-то вас стимулировало к тому, чтобы вы находились со своим мужем. Вы сами считали что-то целью этого. То есть, вы сами считали приемлемым для себя, что мужчина уходит и возвращается снова и снова. Вот. Да, может быть, сыграло роль тот факт, что вы вместе с 10 класса. Вот. Может быть. Но, опять же, с 10 класса, там, несомненный бизнес. То есть, ну, явно, вот, нет разграничения какого-то. То есть, явно здесь идет чрезмерное наполнение мужчины значением, именно вашим значением. То есть, вы наполнили мужчину значением своим. Вопрос только в том, что это за значение такое. Ну, с чем оно, с чем оно связано. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот эти вещи вам, ну, просто необходимо для себя понять. Потому что, потому что, иначе ситуация будет складываться весьма-весьма негативно и дальше. То есть, вы страдаете из-за чего? Да? Вы страдаете именно из-за того, именно по той причине, чтобы то значение, каким вы своего мужа наделяли, оно больше не актуально. Отсюда и ваша ненависть, что он не оправдал надежды, да, что он не оправдал ваших ожиданий. Отсюда ваша отчаянность, то как, я его теряю, да, я теряю вот то, что у нас с ним было и так далее. Это все отсюда. Дальше. Вы говорите, что когда появилось достаточно денег, мужчина стал злым боссом, злым человеком, злым начальником и так далее. Окей. Пусть так. Вопрос немножечко, на самом деле, в другом. Что для вас означает больше денег, достаточно денег либо? И почему достаточно денег не привело вас в квартиру свою собственную? Я понимаю, что, скорее всего, там были обстоятельства. Я понимаю, что вы можете сказать, что вот, у нас там были какие-то тяжелые обстоятельства, которые вообще не позволяли это сделать. Я понимаю. Я понимаю. Это так. Но и вы постарайтесь понять, что обстоятельства, какими бы они ни были, да, это всего лишь обстоятельства. Это ни в коем случае не какие-то конкретные вещи, да, которые, ну, например, действительно могут вас отдалить от цели, например, переехать в квартиру. То есть, видимо, изначальной цели такой, переехать в квартиру не было, видимо. Ну, вот. По крайней мере, так, как это вижу я. Да. То есть, вы можете опять же сказать, что, ну, что вы ничего не понимаете, да, что там ситуация была вообще немножечко своя, да, и так далее. Вот. Вот. Может быть так. Я с этим не спорю. Ну, вот. Но, по факту, по факту, разницы никакой. То есть, вы допустили это, вы допустили, что вам негде жить, вы не обезопасились. То есть, как бы, понимаете. Вот. И у этого тоже есть причина. Вот. Ну, что касается того, что мужчина вам говорил, сиди дома, и я, как бы, я и так все для себя делаю. Вот. Это классическая история. То есть, мужчина видел вас, соперника, и, соответственно, с вами соревновался. Вот. Понятно, что в этом нет ничего хорошего. Понятно, что это, ну, так не должно быть. Но, тем не менее, сейчас, действительно, вот, ну, что есть, как бы, то есть, с этим нужно что-то делать. Вот. Вот такая вот история. То есть, очень много неясностей есть в вашем тексте, очень много моментов, которые остались непроясненными. Вот. И складывается ощущение, что данная, данная ситуация, в которой вы оказались, ситуация, когда вам реально плохо, я верю в то, что вам реально плохо, она вам чем-то выгодна. То есть, вы получаете, как, какой-то результат от этого. Вот. И, соответственно, наверное, 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 вы считаете, что вы должны страдать, ну, вот, в глубине души. Потому что, если бы вы не страдали, то вы бы нашли в себе силу, через силу, ради детей, пошли бы и, значит, взяли бы квартиру себе, да, потом подлежали, там, может быть, неделю, да, там, просто без сил из-за этого, но ради детей это сделали. Вы этого не сделали. И, соответственно, опять же, поймите, то, что я вас ни в коем случае не обвиняю, я не хочу вас обвинять, я просто хочу, чтобы вы постарались увидеть, как это выглядит со стороны. Но, а со стороны это выглядит именно вот таким образом. И, опять же, опять же, поймите, поймите, я вас не виню в этом, в том, что происходит. Я хочу лишь, чтобы вы увидели, чтобы вы увидели, как обстоят дела здесь и сейчас. И либо вы примите решение что-либо менять самостоятельно, либо с помощью психолога, либо через консультации с психологом, вот, и так далее. Либо вы будете отстаивать свою позицию, которая есть у вас сейчас. Которая есть, ну, вот, на данный момент. Вот. То, опять же, как бы, можно сделать, да, но вопрос в том, зачем. Вопрос в том, для чего, вопрос в том, с какой целью. Вопрос в том, что вам это даст. Понимаете, да? Вот. И если вы готовы, например, признать, что вы страдаете, потому что считаете, допустим, себя достойной страданием, или считаете, что нельзя не страдать. Или чрезмерное значение вкладывали в своего мужа, например. Что если ситуация такая, то это действительно подлечит разбору. С этим действительно можно будет, можно и нужно что-то делать. Вот. Потому что поймите, я не думаю, что смена действий, я не думаю, что смена места жительства вам реально поможет. Ну, то есть, сделает, сделает вам что-то качественное. Не думаю так. Потому что эмоциональное состояние. Муж, например, он переживает это так, как видите, да? Он переживает это так, что, собственно, он старается смеяться, разговаривать с друзьями и так далее, и так далее, и так далее. Его ли это выбор? Да. Его выбор. Это его выбор. Но, по факту, по факту, вы можете сделать выбор такой же. А вам плохо. Волочай. Значит, у этого есть свои причины. И вопрос в том, что именно это за причины такие. Понимаете? Вот. Поэтому я полагаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, это помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Ага. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...